Снег сменился дождем Экодолия Шолохова В основном это таунхаусы и коттеджи Площадь представленного жилья здесь составляет от 27 квадратных метров до 400 квадратных метров Это уже большие коттеджи Стоимость представленного жилья составляет от 1 миллиона 900 тысяч рублей до космических 30 миллионов Тип строения – пеноблок, кирпич Строительство этого жилого комплекса ведется уже три года и продлится до 2022 года Экодолия поистине большая Общая площадь застраиваемой территории составляет здесь более 100 гектар Количество домов, которые здесь будут возведены, более 1600 единиц Здесь и коттеджи, и таунхаусы, и многоквартирные дома, которые вот здесь вот сейчас на данный момент слева от меня находятся И это, кстати, первая очередь застройки Да, застройка здесь будет вестись в несколько очередей Вот она первая очередь Вот с той стороны это уже вторая очередь строительства Три года уже идет строительство И планирует этот проект в целом закончить к 2022 году Надеюсь, что все пойдет по плану Та часть территории, которая застроится, ну вот она все застроилась Она непременно огораживается забором И то есть у вас нет общей площадки вместе со стройкой То есть вы живете отдельно, потом заборчик и отдельно уже идет строительство То есть грязь туда-сюда не разносится И вообще застройщик с большим вниманием подходит к чистоте, к вопросу экологии Здесь вот реально, как будто бы попадаешь в Европу Потому что посмотрите, какая благоустроенная территория красивая Зеленый газончик, все очень аккуратно Но понятное дело, что вот есть такие моменты в виде вот таких грязевых пятен Но эта стройка, никуда от этого не уйдешь Еще одно доказательство того, что район будет действительно большой Это планируемое число жителей Которое здесь составляет практически 4 тысячи 4 тысячи человек здесь будет жить Маленький поселок, просто городского типа Прямо на въезде в этот жилой комплекс Жилой комплекс Экадолии Шолохова Располагается вот такое большое двухэтажное здание И это офис продаж Давайте туда зайдем, вдруг кого-нибудь найдем Дорогие друзья, мы находимся в офисе продаж проекта Экадолия Шолохова И рядом со мной находится директор этого проекта Сергей Позняк Здравствуйте, Сергей Добрый день Расскажите нам, пожалуйста, в общих чертах об этом проекте Проект Экадолия Шолохова стартовал в 2013 году Это пятый проект группы компании Экадолия Который был запущен на территории Российской Федерации Сейчас в третьем году развития нашего проекта Мы видим, что мы существенно продвинулись в рамках запланированных мероприятий В том числе по строительству и по реализации наших жилых объектов И это реально видно уже невооруженным взглядом Насколько выросла застройка за эти буквально три с небольшим года Сейчас у нас уже порядка, наверное, 300 жителей проживает на территории жилого комплекса Передано в эксплуатацию порядка, ну, примерно 200-250 объектов недвижимости И по плану развития в следующем году мы строим детский сад И к 2020 году мы строим школу В принципе, до 2022 года мы должны завершить наш проект Жилой комплекс буквально с первых минут оставляет очень приятные ощущения Вообще, ну, приятно глазу просто смотреть на все это Как все здесь с любовью сделано Посмотрите на эти заборчики, на сочетание цветов, на эти фанерные столбики Как все аккуратненько Единственное, что, конечно, сразу же мне, как перфекционисту, бросается в глаза Это уродливые блоки сплит-систем, которые уже успели облепить фасады зданий К сожалению, застройщик это никак не регулирует Как мне сказали ребята, они впервые вообще столкнулись здесь, именно в московском этом проекте С этой ситуацией Потому что в регионах люди так не делают Они в регионах более воспитанные, что ли Одесский прав сразу вон «Ня» На, возьмите, ловите эти кондиционеры Ну, с другой стороны, а куда людям деваться Если не предусмотрена центральная система кондиционирования Что же им, подыхать там, в квартирах, когда жара установится вот посмотрите как оборудованы детские площадки правда почему-то здесь нету никакого покрытия но я думаю что это временное явление а хотя знаете да действительно задал вопрос и сам могу на него ответить дело в том что вот эта детская площадка и вот эта хоккейная коробка они стоят здесь временно потому что в 2017 году то есть уже в текущем году на этом месте будет строиться детский сад ну и соответственно это все куда-то подвинется подвинется она никуда не денется она обязательно останется здесь в акадолии но она просто переместиться немножко ну а здесь будет детский сад помимо детского садика в рамках этого проекта из социально-культурных и бытовых объектов появится еще школа большая среднеобразовательная а также торговый центр здесь будут всякие разные кружки которых можно отправить в которой можно отправить детей короче говоря на такой маленький город в городе вот кстати посмотрите пожалуйста лаборадор в очках рекламируют от в ситуациях когда здесь нельзя выгуливать лаборадоров в очках единообразие внешнего вида жилого комплекса достигнута за счет того что здесь был разработан единый архитектурный дизайн соответственно все дома выполнены в этом архитектурном дизайне которая специально для группы компаний экадолия разработала архитектурная студия асд арх дизайн арх 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 везде арх арх надеюсь что она базируется в городе архангельск и вообще вот таких вот экадолий я напомню что жилый комплекс называется к долю шолохова по всей россии несколько в разных частях россии они разбросаны и это уже пятый проект конкретные к долю шолохова соответственно компания уже успела набить руку на реализация таких проектов и все дома которые реализуются в рамках всех этих проектов они типовые например коттеджи которые здесь представлены в конкретно в к доле их 10 штук вообще у компании к доле их гораздо больше теоретически вы если вы захотите купить диск от эш вы можете прийти и заказать какой-нибудь коттедж которого здесь нет например но которые есть в портфолио группа компании экадолия что же касается например таунхаусов то здесь в шолохова представлена три вида таунхаусов все эти объекты и коттеджи и таунхаусы они названы в честь каких-то географических объектов либо городов либо рек название рек и кстати есть здесь один самый большой из представленных коттеджей который назван в честь озера байкал конструктив всех представленных в рамках этого проекта строений один и тот же стены возводятся из пеноблока внешние потолще внутренние потоньше ну и облицовка осуществляется с помощью кирпича разного оттенка начинаем мы смотреть то что здесь продается и позади меня таунхаус давайте сейчас посмотрим как он выглядит напомню друзья здесь все задается без отделки но можно приобрести централизованную отделку от застройщика которая предлагается в нескольких видах здесь какой вид если у него какое-то название просто чистовая отделка просто чистовая отделка короче говоря давайте без изысков давайте не будем томить пойдемте покажем все итак таунхаус как называется этот таунхаус таунхаус называется агидель агидель что вообще такое агидель я и так знаю я просто ваше знание проверял и встречает нас в таунхаусе агидель самое важное место в каждом доме и это кухня столовая гигантских размеров скажите пожалуйста сколько составляет площадь агиделя и я сейчас говорю не про реку а именно про этот таунхаус 130 квадратных метров и 130 квадратных метров и агидель это у нас средний показатель то есть у нас есть напомню три вида таунхаусов и 130 агидель это средний из них что вы можете рассказать о нем что за начиночка что здесь есть интересного вот там вот в шкафу какая-то штука да это газовый котел мы сдаем таунхаус с заведенными коммуникациями внутрь то есть человек приобрел секцию сразу же первым делом он должен приобрести котел чтобы отключили ему собственно газ смотрите друзья дело в том что очень много почему-то информации в том числе даже на официальном сайте экадолия о том что газ подводится только к стену домов это касается и квартир и там хаусов и коттедж так вот это на самом деле немножко не так к стене подводится газ только в коттеджах правильно я понимаю да ну а в там хаусах и в квартирах газ заводится вовнутрь до дальше потребитель сам заключает договор с газ монтажом и владислав расскажите пожалуйста какова высота потолков здесь в таунхаусах здесь на первом и втором этаже 235 на мансарде от метра сорока до четырех и такая высота на во всех соблюдать и там хаус здесь у нас дорогие друзья расположился еще один котел и это уже собственно тепловой котел тепловой котел вот здесь вот его предлагают располагать вот прямо под лестницей кроме этого здесь вы можете совершенно потрясающе хранить какие-нибудь тряпочки и швауры второй этаж таунхауса здесь у нас находятся две изолированные комнаты в одной из них стоит мой оператор евгения чаще всего эту комнату используют как детскую она просто чуть поменьше 14 квадратов чуть побольше 19 идеально ну а здесь 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 то что делать это что звали на родительская спальна родительская совершенно замечательно и третье помещение которое здесь находится на втором этаже это санузел большой и вместительный и спальные родители у нас панорамные окна в пол посмотрите как не выглядит это это не опцион это везде так везде тогда забрались мы на третий этаж там хауса и что мы видим правильно мансарда скажите просто все ли 3 даже там хаусов они представляют себе мансарду да это жилой этаж который собственно продается вместе то есть нет да у вас таких но плоских третьих этажей то есть везде вот они такие разные именно такие да смотрите здесь у нас окошки и это опцион то есть по умолчанию все мансарды сдаются как бы со сплошной крышей и вот эта вещь вот эти окошки это стоит дополнительных денег сколько это стоит но вообще полностью вся отделка стоит в районе 30 процентов от стоимости собственно дома мансардные окна часто мы дарим по каким-либо акциям либо собственность человек сам хочет купить самый дешевый мансардные окна порядка там 70 тысяч стоит покруче 70 тысяч это одно окно одно полотно у нас есть свой отдел опционов которые все рассчитывает собственно желание клиентов это очень дорогие вот это окна стоят велюк велюксовские они дороже чем я хочу заметить что здесь деревянный профиль кстати если вы думаете о покупке квартиры с ремонтом от застройщика советуем посмотреть видео обзор от канала пуховое меховое его ведущая даша узнала на что жалуются люди купившие жилье у пика и мортона там же найдете массу советов по дизайну как правильно расставить мебель зонировать пространство лучше обустроить кухню в общем заходите подписывайтесь и делайте ваш дом уютнее как это принято там хаоса обладают собственной придомовой территорией и если центральная секция обладают по участкам примерно там от полутора соток то боковые боковые уже побольше там площадь вот эти прилегающие территории доходит до трех соток кроме того вот эти боковые секции они еще допла обладают дополнительным источником освещения потому что с торца здания есть окна и вот если здесь посмотреть то можно увидеть что даже на мансарде еще есть дополнительные окна а если вы еще сделаете вот эти вот верхние окна то вообще у вас прям будет супер освещенная мансарда но вот эти боковые секции они и подороже стоят ну а здесь на на своем участке вы можете навести вообще любую красоту все что вам угодно даже посадить картошечку ох 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 только что вышли мы из тонхауса и вопрос у меня возник владислав а куда автомобиль то парковать вот сюда можно парковать до прямо на участок себе вот такое парковочное место можно парковать рядом с участком вот прямо здесь если я здесь запарку автомобиль вижу больше никто не проедет здесь отлично даже большие паркетники внедорожники вот здесь на углу паркуется автомобиль свободно смысле вот на тротуаре вот на этом это как вариант есть еще вариант гостевой парковки собственно вот справа и слева вот там автомобиль стоит мощно и всем хватает еще бы дополнительная парковка возле въездной группы для гостей плюс еще несколько парковок в той стране каково число вообще парковочных мест здесь в рамках всего комплекса в планах на один тонхаус два автомобиля на 1 секцию тонхауса два автомобиля вот таким вот образом газ подходит к домам то есть он до домов идет под землей а здесь выходит на наружу стены на фасады почему нет я к тому что вот все так аккуратненько все хорошо но мне кажется вот эти газовые трубы на фасадах они как-то все портит ну да можно попробовать было завести под землей сделать подсобный этаж но тогда это был бы уже другой вид тонхауса и дороже да дороже да ну да самый не сам дешевый способ заведения дом все-таки полпути он идет под землей ну да надо мириться с этим но в принципе чего если вы не так и защиты изощрены эстетически то в общем то ничего криминального в этом абсолютно не главное что газ есть да это самое главное потому что многие из вас кричат в интернетах что газа нет а он есть есть нет у нас вся инженерии уже завершена и сдана и введена в эксплуатацию то здесь сделано свой водозаборный узел свои очные сооружения газовой системы электроснабжения система дороги и слаботочной системы то что мы в минимальном комплекте предоставляем для любого жилья в том числе индивидуально жилого дома все закончили мы с таунхаусами перешли к более таким матерым строением дома частные коттеджи как этот называют енисей как красиво называется он надеюсь такой же красивый внутри какие его название какова площадь этого дома 182 квадратных метров он одноэтажный плюс гараж большой пойдемте внутрь мы зашли и оказались где в прихожкой прихожки правильно тамбуре вот здесь у нас что если так понимаю шкаф можно разместить а гардеробная извините не хотел вас обидеть владислав значит вот эта гардеробная она соседствует с гаражом вот когда он отапливаемый ваша любимая машина здесь будет в тепле не надо будет каждого это греть главное что можно зайти в гараж прямо из собственного дома пожалуйста вот мы уже и в гараже а вот эти двери они теплые герметичные герметичные но это естественно все просто сейчас черновом варианте все это делается все тепло я был в таком же гараже в готовом доме уже очень круто садишься они на пультике да на пультике хорошо значит смотрите это у нас одноэтажный дом и он имеет такую вытянутую планировку посмотрите идите сюда вот она здесь на стене у нас изображена вот мы сюда вошли тамбур как раз это гардеробная спальня да и соответственно за гардеробом сразу спальня и вот весь дом он вот так вот расположен как бы вытянутая норочка вдоль линии такой большая гостиная очень удобная к цепру страй для большой семьи не нужно бегать на вторые и третьи этажи дети не падают все 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 как-то рядом но согласен вот есть конечно любители лестниц но вот я лично не очень люблю их хотя это прикольно когда в доме у тебя лестница но круто когда у тебя большая площадь дома и у тебя нет потребностей каждый раз там при любом в каком-то случае принять при любой необходимости ходить на второй этаж круто когда и первый этаж большой площадь ладно пойдемте дальше есть пример знакомые знакомой семьи который большой двухэтажный дом и в какой-то момент им просто уже стала лень подниматься на второй этаж и там были ли я первых там завелись пауки да господи это у нас здесь что начинается спальня и кухня или что спальня как раз от первая спальня которая и сразу же 2 спальня очень удобно можно сделать детскую спальню рядом через стенку вот это поменьше 12 квадратов то 16 квадратов и у вас я так смотрю некоторые стены кирпичные а некоторые пеноблочные пеноблочные пеноблок и да здесь вот этот самый узел первый всего их два то есть у нас все дома и все таунхаусы идут как бы но с жесткой планировкой то есть там уже все стены так как они и будут если покупаем готовы уже туда если дома у нас на покупать на разных этапах просто на этапе строительства можно принципе свою планировку дальше идем по коридору здесь у нас еще один санузел площадью 6 метров и мы попадаем в большую гостиную посмотрите какая она светлая и в ней еще выход дополнительный или или все-таки это вход это терраса выход на террасу вход там еще большая терраса то есть вот это 30 квадратов плюс еще терраса и и также можно застроить сделать теплое еще 25 квадратов слушайте а что вот там вот наверху если это одноэтажный дом там просто чердак хлам хранить но туда есть доступ и проходим дальше друзья дом еще не закончился здесь что третий санузел это большая гардеробная это большая гардеробная обалдеть слушайте здесь темно друзья вы не увидите но здесь просто мечта каждого шмоточника тут можно сделать блин спальню целую вместо этой гардеробной еще одна спальня большой дом очень светлый дом до при и прикольный ну что пришло время и лека и лека это маленький это самый маленький дается маленький дом 110 квадратов он без гаража или оказался очень маленьким компактным и уютным домиком он квадратный он искал что в маленький но просто смотрятся сравнивать конечно значит он квадратный поэтому здесь удобно чего-нибудь спланировать себе и кроме того он еще и двухэтажный вот пожалуйста лестница наверх так давайте давайте сначала пройдем по первому этажу что у нас здесь вообще какие у нас представлены помещения вот пожалуйста прихожая там где у нас стоит оператор сейчас это что такое это котельная санузел слева прямо напротив входа у нас кухонка расположилась опять же чтобы ботинках не бежать за колбаской далеко да здесь кухня объединена со столовой кухня 13 квадратных метров и порядка 31 квадратного метра столовая но опять же можно пофантазировать и сделать спальню детскую спортзал но мне кажется ничего лучше кухни невозможно придумать и использовать как ты по-другому да вот пожалуйста видите вот так вот совмещена кухня со столовой вот столовая с огромными большими воротами специально сделанными под угнами на для того чтобы когда сюда приедет газель с хлебом удобно было разгружать вообще можно использовать просто как террасу или храним случай конечно мы летнюю кухню либо выход на задний двор если пофантазировать друзья сейчас конечно сложно вот смотря на это фантазировать на эту на эту грузюку но это строительство то у вас получается вот этот эта сторона дома будет выходить на набережную собственную сейчас это пока что ручей ручеек но застройщик ее обещает расширить и благоустроить соответственно здесь будут прогулочные зоны вдоль каждой стороны этой речушечки и вот у вас пожалуйста вид на воду поднялись на второй этаж и знаете что могу сказать дом действительно вообще не маленький получается как мне сказал так что владислав больше чем таунхаусы некоторые и что мы здесь имеем три отдельных спальни комнаты спальные подождите 3 раз два три четыре как-то а это ванна я поэтому я подумал что это спальня с окнами спальне самая большая 15 квадратных метров 13 и 11 все дома строятся изначально по предварительному договору на начальном этапе человек заключает предварительный договор в котором прописываются все сроки и условия заключения основного договора так называем договора купли-продажи с актом подписанием акта приема передачи то есть что это подразумевает приходит к нам покупатель который может купить стандартный индивидуальный жилой дом а может внести свои изменения в момент прихода покупателя мы с ним заключаем предварительный договор на стандартный комплект допустим минимальный дом у нас олег 110 квадратных метров дальше он идет из отдела продаж в отдел опционов где в отделе опционов наши архитекторы исполняют его желание ну в рамках разумного естественно например хочу автомобиль ну примерно так можно из дома сделать автомобиль не вопрос ездить далеко не будет в пределах земельного участка который принадлежит владельцу но собственно почему бы нет вот и после того как мы формируем полностью готовый проект под желание будущего владельца после этого мы заключаем дополнительное соглашение к предварительному договору при продаже и начинаем строительство дом примерно строится 4-6 месяцев плюс порядка двух-трех месяцев на оформление вот в течение девяти месяцев покупатель может приезжать смотреть как строится в объект даже тех надзорить его если есть такое желание и через девять месяцев он получает документы на руки то есть теоретически дом который вы продаете у вас вашей компании есть определенный набор типов этих домов частных он может измениться до неузнаваемости благодаря отделу опционов или как но если вы были на площадке вы наверно видели насколько разная архитектура дома включая дома которые вообще не показаны у нас на скажем на вот ну даже вот здесь на рекламных наших плакатах это и есть и дома которые люди конструируют сами с помощью конечно же наших архитекторов которые находятся в отделе итак мы уже посмотрели с вами таунхаусы и коттеджи и остался третий тип жилья который реализуется в рамках проекта и кадулия шолохова и это квартиры квартиры привычные нам квартиры и знаете что я думаю почему бы нам не зайти в квартиру через балкон легко хорошая идея войдя через балкон мы оказались с вами в спальне сколько метров составляет эта кухня четыре с половиной квадрата прям как в старые добрые хрущевочки да да встали кстати тоже четыре с половиной а сколько составляет площадь всей этой квартиры 41 здесь двушечка двушечка 41 квадрат ну это так скажу наверно не спальня а скорее столовая как советские семьи готовили на кухне принимали пищу столовой но вы знаете друзья что мы ждем в те годы когда появились отличные сериалы поэтому я думаю что многие из нас уже едят в кроватке и поэтому где надо чтобы была спальня правильно возле кухни совершенно верно здесь у нас коридор и санузел ну и еще одна комната и все таки вот это наверное спальня поправить и прямо напротив спальня обычная всеми известная до традиционная входная дверь разница ли высота этажа например в квартирах с этажами высотой этажа в коттеджах и таунхаус да конечно хаус выше потолки да да так раз повыше потолки серьезно а мне показалось что здесь повыше нет а там просто отделка было все я понял все стало на свои места пазл сложился круг замкнулся пророчество сбывается вашему вниманию представляется лестничный холл мишквартирный холл как хотите называйте вот так он будет выглядеть светлые практически белая стена подвесной потолок такой стандартный как я вот люблю говорить армстронг кажется он называется но это знаете такой даже может быть усовершенствованный армстронг потому что выглядит он не как такой дурацкий офисный потолок а вполне себе нормально хорошо обычная простенькая приличная и вполне себе комфортная зона соответствующая уровню ну я бы даже знаю рассказал комфорт класса расскажите пожалуйста нам поподробнее действует ли какие-то акции долговременные краткосрочные набор акции в отделе продаж очень большой как вообще можно приобрести у вас жилье все можно приобрести по за деньги естественно первую очередь удивительно вот так вот сложилась у нас такая тенденция что за деньги можно купить все особенно можно купить себе прекрасный дом в акадоле и прекрасную квартиру кстати в акадоле я уж не говорю про тонхаус который у нас просто наилучший московской области с точки зрения цены и качества данном случае мы реализовываем наши объекты по договорам долевого участия что касается квартир и тонхаусов и по договорам купли-продажи индивидуальные жилые дома мы предоставляем рассрочки до года значит ипотека естественно от нескольких банков работающих с нами в том числе мы предоставляем рассрочки и вот застройщика но опять же они осуществляются до ввода в объект воспалаться не перестаю просто радоваться вот настолько вообще круто сделана территория она изрезана вся такими прогулочными дорожками на на полу у нас внизу на земле у нас плиточка гуляй вообще просто одно удовольствие будет посмотрите какие аккуратненькие постриженные газоны клумбочки турнички все так с любовью сделано столбики блин как я люблю вот это внимание к деталям это очень круто молодцы ставлю класс так интересно сделано вот мне вот этот поселок очень напоминает такой среднестатистические среднестатистическую американскую агломерацию я делал в том что работала в америке однажды в 2007 году работал там айскременом развозил мороженое на грузовичке и ездил вдоль таких вот райончиков продавал мороженое негритянским семьям и там вот такие же тоже частные домики таунхаусы были но у каждого свой почтовый ящик который стоит тут на на лужайке а здесь видите как сделали специально чтобы почтальон облегчить работу все одно месяц сконцентрировано но ты еще раз говорит о том что но ребята думают просто думают о людях думают о мелочах и это очень круто вот посмотрите как например еще сделана площадка для временного хранения отходов знаете можно было просто зафигачить такую бетонную плиту поставить какие-нибудь железные стены и все вот тебе место временного хранения отходов а нет ребята сделали более красиво частота на территории поддерживается наша эксплуатирующая компания управляющая к сервис который очень четко следит за именно вот состоянием внутренним и дорог и прилегающей территории и завоза мусора из охраны сколько тариф составляет по обслуживанию примерно плата с владельца в среднем 150 метров тонхауса три с половиной тысяч рублей в месяц да вы что это же смешно это вам так кажется люди говорят обратно вся территория жилого комплекса будет огорожена правильно ли это естественно абсолютно мы запланировали ограждение полностью территории по периметру ну собственно для этого и нужна охрана тогда какой смысл в охране территории не огорожен сейчас частично территории огорожена там где уже объекта введены в эксплуатацию и живут люди она огорожены полностью то сейчас периметр замк на самом деле поэтому попасть по большому счету на территории застройки можно только через охрану ну либо через забор там или как-то через реку ну можно сказать нелегально там загнув забор ли еще что-то а видео видеонаблюдение ведется по территории или нет видеонаблюдение сейчас установлен по всей территории полностью включая территорию удаленную где сейчас индивидуальные жилые дома там же стоит дополнительно пост охраны который работает и днем и ночью плюс у нас сделана система обхода поселка с фиксированием с электронным фиксированием чипами чтобы охранник точно ходил мы каждый день просматриваем трафик как ходит охранник это ну там специальная система условно gps который не позволяет им сидеть просто на месте и смотреть в монитор мы ввели значит тройную систему защиты на вход соответственно у нас сейчас три охранника сидит три охранника сидит здесь один охранник на территории у нас у каждого клиента свой пропуск фирменный где написано эко доля с телефонами значит к сервиса и телефонами к доля по этим пропускам он проходит индивидуально то есть когда у нас наш житель заходит на территорию проселка мы это знаем что пришел именно житель дома номер восемь по своему пропуску либо его дочь пришла либо это пришел пришел член семьи если жителю хочет приехать гость житель может получить временный пропуск также зафиксировав гости у себя либо взять на себя ответственность и под своей карточкой пропустить своего этого жителя но мы будем знать что под это под это под этого жителя за это житель отвечает непосредственно физическое лицо поэтому полный контроль за передвижением через пункт охраны у нас не просто визуальный он еще фиксируется у нас в электронном виде полностью то есть получается что если вдруг мне в три часа ночи приедет кто-то в гости а я сижу там далеко от прохода мне придется на проходной его встречать нет есть очень интересная штука вот я сейчас покажу на телефоне это смартфон называется смартфон да на смартфоне есть специальный значок у каждого жителя который зарегистрирован нашего на нашем поселке есть такой значок на смартфоне что он подразумевает нажимаем на этот значок посвечивается телефон подъезжает его друг три часа ночи понятно что если владелец спит вряд ли к нему друг при три часа ночи скорее всего на вызвал он у шлагбаума звонит там станислав станислав да я приехал охрана спит условно да или меня не пускает потому что меня просто нет нет проблем он нажимает на эту кнопочку и через тунду шлагбаум открывается вот это через и друг заезжает заехал значит соответственно все все нормально встретились погуляли то же самое с обратно на обратной пути есть другая кнопочка с красной стрелочкой выезд по шлагбауму уехал человек позвонил шлагбаума нажал на кнопочку хоть деревня шолохова и находится всего в 15 километрах от москвы экология здесь хорошая здесь нет вокруг никаких производств ничего плохого эта территория окружена лесами единственным раздражителем является дмитровское шоссе ну которая все равно расположена вот на нескольком отдалении поэтому дышится здесь хорошо замечательно дышится но деревня шолохова она по сути ничего не представляет из себя в плане инфраструктуры здесь ничего нету поэтому вот этот открывшийся недавно совершенно леруа мерлен и также готовящийся к открытию гипермаркет лента станет настоящей отдушиной можно будет за сосисонами за пельмешами а также за стройматериалами ходить буквально через дорожку ну а что касается всех остальных инфраструктурных объектов как-то школы и детские сады больницы и прочие всякие штуки развлечения и все прочее это конечно же в ближайших населенных пунктах таких как деревня на новосельцево город лобня или мытища поэтому тем кто сейчас здесь живет придется в ближайшее время рассчитывать на инфраструктуру вот этих населенных пунктов но напомню друзья что здесь в скором времени появятся и школы и детский сад и торговый комплекс поэтому надо только подождать и здесь тоже можно будет спокойненько жить и никуда отсюда не выезжать жилой комплекс расположился в 15 километрах от мкад по дмитровскому шоссе вот оно мы сюда приехали на автомобиле и дорога у нас заняла но примерно около 40 минут было немножко пробочно если вы не любите автомобили а предпочитаете например электрички то здесь примерно в 15 минутах ходьбы расположена станция железнодорожная луговая откуда за относительно короткое время может добраться до савеловского вокзала ну если и железная дорога вам не мило можете использовать маршруточки которые идут от станции метро алтуфио расскажите нам про участников про тех участников которые реализуют этот объект может быть какие-то слова скажете и про акционеров и про непосредственно исполнителей ну начнем с акционеров группа компании кодоли организовано двумя двумя основными участниками это европейский банк реконструкции развития и фонд бэринг equipment это американский фонд вот эти два участника являются нашими акционерами они владеют в паритете нашей компании 50 на 50 все что касается значит всех групп всех компаний группы кодоли они все естественно российские российские налогоплательщики на сто процентов никаких названных агентов не никаких иностранных агентов с точки зрения налогооблагаемая база не присутствует компаниях естественно у чередителей является иностранные агенты но работаем и по российскому законодательству тут никакие подвохов нет Скажу так, что Европейский фонд реконструкции и развития, несмотря на санкции, которые были наложены европейскими и американскими нашими друзьями, а наложены они были в плане того, что ЕБРР запрещалось инвестировать в Россию, начиная с 2014 года, ЕБРР, несмотря на этот запрет, финансировал нас в отведенных рамках. То есть все, что было оговорено с точки зрения вливания средств в российскую экономику от ЕБРР пришло полностью. За это, конечно, огромное спасибо. Акционеры у нас на самом деле очень дисциплинированные и свои обязательства выполняют полностью. Соответственно, мы, как исполнители их воли на земле российской, ведем себя именно так же. То есть мы исполняем... А вы это группа компании «Экадоли»? Мы группа компании «Экадоли» в лице менеджмента проектов, в том числе в лице не только директоров проектов, но и всего менеджмента. У нас есть определенная корпоративная этика, которой мы придерживаемся. Она задана не только российским законодательством, но и европейским, американским подходом. Мы работаем для людей, а не от людей. Мы очень жестко следим за экологической ситуацией на территории объекта. Если вы видели, например, стройки, не знаю, часто ли вы были на стройке, но... По роду деятельности приходится. Иногда выезжаем. Все, кто к нам приезжает, говорят, у вас необычная стройка, у вас нету там складов мусора, у вас нету там горгрунта и так далее. То есть мы стараемся держать территорию именно в том порядке, в котором она была изначально. Итак, дождик постепенно-постепенно выгоняет нас уже домой. Поэтому, дорогие друзья, давайте подводить итоги. Напомню, что сегодня мы с вами знакомились с жилым комплексом Экадолия Шолохова. И начнем с хорошего, с плюсов. Первое – это внешний вид. Жилой комплекс обладает очень презентабельным внешним видом. Вы знаете, я бы даже не сказал, что это эконом-класс. Все настолько выточено. Так вообще здесь много внимания уделяется деталям, что вообще прям вот это... Вот это всегда, понимаете, меня просто берет. Вот знают, чем меня зацепить. Молодцы. Пятерочка за внешний вид. Второе – ценовая политика. Я напомню, что цены здесь начинаются от 1 900 000 рублей. Ну, а уже за 4 400 000 рублей вы сможете позволить себе таунхаус. Третье – это крутая внутренняя территория. Вы посмотрите на этот газончик, вы посмотрите на эти свежепосаженные деревья, на эти скамеечки, места временного хранения отходов. Все так круто сделано. А еще, поскольку поселок сдается частями, то та часть, которая уже сдана, она огораживается забором. И все вот остальное, вот этот весь строительный музор и вся эта грязюка, она не разносится по всей территории. Поэтому здесь царит чистота и порядок. Четвертое – это большой выбор жилья. Здесь вы можете купить себе студию, однушку, двушку. Бац, не захотели, таунхаус купили. Или вообще коттедж. Огромный выбор жилья. Пятое – внутренняя инфраструктура. Застройщик обещает ее реализовать. И в рамках этой инфраструктуры здесь появится детский сад, школа, торгово-развлекательный комплекс, разные кружки и так далее. Сейчас этого нет, но это обещают. И я надеюсь, что это сбудется. Шестое – надежный застройщик. Хоть он для московского региона и новенький, можно так его считать, потому что это первый проект в этом регионе застройщика группы компаний «Экодолия». Но на счету этой компании уже четыре аналогичных проекта по всей России. И все они успешно реализованы. Ну и о минусах. Их немного. И самый первый, и самый главный минус – это инфраструктура. Дело в том, что сейчас здесь нет ничего. Здесь нет ни магазинов, ни кафешек. Ничего. Поэтому для того, чтобы здесь жить, вам необходимо будет ездить, скорее всего, на машине в ближайшие населенные пункты. Для того, чтобы там закупаться, для того, чтобы туда водить своих детей в школу или детский сад. Ну и второй минус – это отдаленность от города. 15 километров – вроде бы небольшое расстояние, но тем не менее мы его преодолевали от МКАД примерно 40 минут. И это было еще не очень пробочно. Если будет пробка, сами знаете что. Это интернет-журнал о новостройках.ру. С вами был Станислав Круглицкий. Ну или просто Стасон. Подробную обзорную статью на жилой комплекс «Экадолия Шолохова» читайте на нашем сайте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш Инстаграм, а также на наши паблики в Фейсбук и ВКонтакте. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok